Москвичи принимали участников декады тепло и радушно. Партии и правительства высоко оценили наше достижение. На груди старейшины тазикской литературы Садриддина Айни засиял орден Ленина. В те дни газета «Правда» писала, очаровательное своеобразие таджикского искусства заключается в том, что оно создается и утверждается на базе древней, высокой, прекрасной культуры. От Фердауси, Хафиза, Саади ведут таджики свои культурные традиции. В этот праздник, в этот мирный труд ворвалась война. Весь свой талант агитатора, публициста, все свое многогранное творчество Айни Лахути и их соратники, таджикские писатели, отдавали одной цели – воодушевить народ на победу в Великой Отечественной войне. Страна встречала воинов-победителей. О героических подвигах земляков рассказывал герой Советского Союза Хадикен Джаев. Им посвящал вдохновенные строки Абулькасим Лахути. О них, доблестных сынах народа, написал поэму «Сказание о войне и победе Садриддин Айни». Дневно звучал голос Айни в дни людского горя, в дни борьбы. Неистово трудился он и в послевоенные годы. Ни дня без написанной строки. Он пишет, редактирует, исследует. И не было года без нового произведения. Его книги помогают нам в борьбе за мировую революцию. Они не только прекрасное искусство, но и наглядное учебное пособие. Живое доказательство достижений советского народа. Это слова чешского писателя-коммуниста Юлиуса Фучика, на которого встречи с Айни произвели глубокое впечатление. Образы Айни столь яркие, так сочно выписаны, что художники разных стран вдохновляются ими в своей работе. Негодяи, грабители, деньги, отдайте деньги, деньги отдайте. Ограбили, помогите, грабят, будь ты проклят, разбойник. Проклинаю, проклинаю. Ограбили, разорили разбойники. Стойте, дядюшка Карли. Пусти кемиру, он меня знает, у меня жалоба. Сочи! Меня ограбили. Сочи! А никого нет. Пусти. А никого нет. Откройте. Светлейшего эмира нет, он уехал в мау. Меня разорили начисто. Нищий я! Что делать? Ты нищий? Ну тогда настал конец света. Да, настал конец. Конец! Конец! Аллах, где ты, Аллах? Аллах на небе, там ищи. Слышали новость? Какую? Большевики уже здесь. Банк лопнул. Нет! Нет! Яки, Азмаха, пиатвои. Одним из величайших творческих достижений Айни стала повесть «Смерть ростовщика». В ней психологически точно и ярко выписан образ Кури Ишканбы, который по праву встал в один ряд с лучшими образами стяжателей и скупцов, созданными мировой литературой. ...событием в нашей всесоюзной литературе, так сказал Леонид Леонов. «Эта книга представляет собой собрание новелл. Айни — совершеннейший мастер малой формы», — писал Константин Федин. Этот труд отмечен высокой наградой — Государственной премией Союза СССР. В 1949 году в Москве проходила декада таджикской литературы. Это был смотр больших сил. Всесоюзный читатель уже знал произведения талантливых таджикских писателей, ждал встреч с авторами любимых книг. Русские литераторы приветствовали собратья в Папиру. Декаду открыл Александр Фадеев. Мы приветствуем славную таджикскую интеллигенцию, вращенную советским строем. И весь таджикский народ, внесший в своих национальных формах неприходящие ценности, сокровищницу великой социалистической культуры СССР. Выступает Мирзо Турсун-Заде. Я хочу поделиться радостью, с которой таджикские писатели приехали в Москву. Мы приехали, чтобы приветствовать дорогих москвичей, жителей города, родного трудящегося всего мира. Приветствую отвлекли все великие русские народы, которые помог нам добиться расцвета таджикской культуры. Сложный писательский труд Садриддин Айни сочетал с большой государственной и общественной деятельностью. Открывая сессию Верховного Совета Таджикской ССР на правах старейшины, он с гордостью говорил об огромных преобразованиях республики, о грандиозных свершениях таджикского народа под руководством коммунистической партии. Депутат Верховного Совета Союза ССР, он высоко ценил доверие избирателей. Принципиальность, бескомпромиссность в делах, обязательность он всегда ставил превыше всего. Это были качества настоящего полпреда своего народа. Первейшей своей обязанностью Айни считал просветительскую миссию. Для людей Садриддин Саид Мурадович был не только большим писателем, но человеком, который хорошо знал колхозную жизнь, умел вовремя подать добрый совет. С именем Айни связаны крупные научные открытия в истории, археологии, этнографии родного народа. Благодаря исключительному знанию древних рукописей, умению точно расшифровывать и сопоставлять содержащиеся в них сведения, он строчку за строчкой, крупицу за крупицей, и собирал в монументальные труды. Известные ученые-востоковеды ценили мнение Айни. Многие из них были его друзьями. Он был уже в преклонном возрасте, когда в результате огромной исследовательской работы нашел селение, где родился, умер и похоронен основоположник таджикской классической литературы Абу Абдуло Рудаки, пан Жрут, в окрестностях Квенджикэнта. Теперь здесь воздвигнут мавзолей и создан государственный музей поэта. Он разыскал и место рождения знаменитого таджикского ученого древности Абу Али-Ибн-Сино, старое селение Авшона. Он исследовал памятники архитектуры, сохранившие до наших дней непревзойденное искусство мастеров прошлого. Среди этих шедевров мавзолей Исмаила Самани, основателя таджикского государства. Знаток таджикской и узбекской культур. Он равноярко писал на таджикском и узбекском языках. Крупнейшие ученые, литературоведы, языковеды, историки Таджикистана и Узбекистана называют себя учениками Айни. Доктор филологических наук, почетный член Академии наук Узбекской ССР, заслуженный деятель науки таджикской ССР. Он принимал самое деятельное участие в подготовке научных кадров, кандидатов и докторов наук. Он говорил, не каждый из нас обязан быть учителем в школе, но каждый обязан стать учителем людей. Лекции профессора Айни были необходимы студентам самых разных факультетов. Память его была уникальной. Недаром Садриддина Саид Мурадовича называли «ходячей энциклопедией». В таджикском академическом театре оперы и балета, который сейчас носит имя Садриддина Айни, отмечалось его 70-летие. В этот день партии и правительства отметили заслуги Айни перед страной, наградив его вторым орденом Ленина. По народному обычаю новый халат и новая тибетейка. Долго носить, долго прожить – это было пожелание всей страны. Путь и судьба Айни – это путь и судьба таджикского народа, духовные богатства которого явились источником его творчества. Дорогие товарищи, принимая любовь и высокую оценку партии, правительства и народа, от имени таджикской советской литературы, которая является неотъемлемой частью передовой, имеющей всемирное значение советской литературы, Я надеюсь, что отблагодарить за эту заботу и уважение практической деятельностью мне поможет коллектив писателей. Пока я душу, в этом мой долг. Помимо замечательных художественных произведений, Устод создал ряд бесценных работ, посвященных творчеству классиков персидско-таджикской литературы – Рудаки, Фердууси, Саади, Восифи, Бедиля. Устод был прекрасным знатоком таджикского языка, его проницательным исследователем. Неизмеримо велик вклад Устода в становление и развитие современного таджикского литературного языка. Айни был и нашим первым историком. Своими очерками по истории Мангитских эмиров и Бухарской революции он заложил основы таджикской советской исторической науки. Особое внимание Устод уделял изучению освободительного движения народных масс. Художественно-исторические очерки Устода о героях таджикского народа Тимур-Малики и восстании Мукканы были созданы во время Великой Отечественной войны и не утратили своего значения и поныне. В Перу Устода принадлежат также ценные исследования по истории архитектуры и музыкального искусства. Одним словом, Устод Айни внес огромный вклад во все отрасли гуманитарных и общественных наук. Устод Айни Устод Айни Устод Айни Устод Айни Устод Айни Устод Айни Благодарю. 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 Благодарю.